МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Неотвратимость наказания. Следственному управлению и Следственному комитету России по Чуваши подвели итоги работы за первое полугодие. Отговорит ли роща золотая? Почему жители северо-западного района Чебоксар переживают за судьбу лесопарка имени Гузовского? Расчеты ловкости в столице Чувашии стартовал чемпионат Приволжского федерального округа по стрельбе из лука. Доступные и качественные медицинские услуги возможны только при хорошем кадровом и материальном обеспечении. Как достичь баланса, обсудила коллегия Минздрава Республики. В ее работе принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. В Чувашии продолжают вводить в эксплуатацию передвижные консультативные поликлиники и фельдшерские акушерские пункты. 26 сейчас проходят процедуру приемки. При этом цены у подрядчиков настолько варьируются, что вызывают естественные сомнения как в Минздраве, так и в правительстве республики. По ценам, то, что я посмотрел, по итогам торгов, проведенные по 20, тоже имеется разброс. Где-то там за 2 миллиона 600 строим, где-то строим за 2 миллиона 200. Это тоже не должно быть. До недавнего времени вызывала нарекания ситуация с доступностью скоростного интернета медицинским учреждениям. Но ситуация уже меняется к лучшему. Серьезной проблемой по-прежнему остается недоукомплектованность штатов кадрами. Приоритет отдается обеспечению кадром первичного звена. Государство со своей стороны сделало все, ввело в аккредитации. Сегодня вчерашний суден, сегодняшний доктор имеет право прийти, стать первичным звеном. Дальше идет у нас плановая подготовка через ординатуру. Интернатура в этом году все завершилось. Но и по фельдшеско-акушельским пунктам, если взять, 46 фельдшеско-акушельских пунктов сегодня не обеспечены. Мы по Урнарскому району, где наиболее большие количества у нас нехватка, запускаем проект мобильный фельдшер. Мы должны в течение двух-трех лет полностью обеспечить кадрами все учреждения здравоохранения. Глава Чуваша Михаил Игнатьев отметил, опросы показывают, что уровень удовлетворенности качества медицинских услуг растет. Однако еще есть к чему стремиться. Со своей стороны правительство республики намерено по-прежнему всесторонне поддерживать отрасль. При сейчас втором уточнении бюджета мы еще дополнительно предусмотрели уже, я про их законы внес в Государственный совет, на 434 миллиона рублей. Ядерную медицину будем создавать и на самом деле сейчас 154 миллиона рублей выделили. На это направление 107 миллионов рублей на приобретение лекарственных средств, 90 миллионов рублей на укрепление материально-технических баз и учреждения здравоохранения. Отставать нам нельзя. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. В этом месяце вступит в силу новый федеральный закон, который изменит порядок определения платы за холодную, горячую воду и электроэнергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Как это отразится на кармане потребителей, обсудили на брифинге в Минстрой Чувашии. От перемены мест, слагаемых, сумма не меняется. Эта формула и отражает суть принятого закона. Жители многоквартирных домов по-прежнему будут оплачивать столько, сколько потребили. Только начисляться это будет разными способами. Три способа могут собственные помещения реализовать на общем собрании. То есть это исходя из среднемесячного потребления коммунальных ресурсов при содержании общего имущества дома или ежемесячное, то есть из фактического показания. То есть каждый месяц будет платить одинаковыми долями, сколько показал прибор учета. Если же собственные помещения сегодня не принимают никакого решения, в этом случае управляющий компанию начисляет по тем нормативам, которые у нас приняли в июне. В последнем случае нормативы начисляются по квадратным метрам. Потом они будут скорректированы в меньшую или большую сторону, исходя из показаний коллективного прибора учета. Как отметили участники брифинга, большее волнение у жителей города вызывает повышение тарифов на коммунальные услуги, нежели изменение способов оплаты. Многие жалуются на несправедливость, ведь сумма в платежках напрямую зависит от поставщика тепловой энергии. Если чебоксарцы, которые получают тепловую энергию от коммунальных технологий, тариф называют сегодня 1744,35, то те, кто получают тепловую энергию от единой теплоснабжающей организации Т+, 1470,68. Разница есть, да. В случае принятия органами местного самоправления одной ЕТО на территории муниципального образования мы будем с вами платить по одному тарифу. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. Что нового ждет учеников в грядущем учебном году? Как изменились образовательные стандарты? И как будет развиваться школьное образование? Эти и другие вопросы можно будет задать министру образования и науки России Ольге Васильевой. На сайте Миноборнауки России для этого открыт специальный раздел. В конце августа пройдет традиционное общероссийское родительское собрание в формате видеоконференции с прямыми включениями из разных регионов. Свой вопрос можно отправить заранее, найдя раздел на сайте ведомства. Сколько тяжких преступлений раскрыто? Какие совершаются чаще всего? И как оценивают криминогенную обстановку в Следственном управлении Следственный комитет России по Чувашии? В ведомстве подвели итоги работы за первое полугодие. Убийство, похищение людей, причинение вреда здоровью, коррупция. Раскрытием преступлений, в которых особо важно найти и наказать преступников, занимается Следственный комитет. Несмотря на то, что криминогенная ситуация в 2017 году улучшилась, сотрудники загружены по полной. В среднем на одного следователя в месяц приходится больше семи уголовных дел. Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов, в текущем году все убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, смертельным исходом и изнасилованием раскрыты. Впрочем, коллеги сегодня заседают не для того, чтобы показать свою эффективность, отметил Александр Мегушев. А для того, чтобы поставить задачи на оставшуюся часть года. Одна из них – усилить работу по противодействию коррупции. По итогам 2017 года проделана значительная работа по возмещению ущерба, причиненного в результате совершенных преступлений. Размер причиненного преступлениями ущерба составил более 415 миллионов рублей. Это практически в 1,4 раза больше, чем было в прошлом году. Но здесь очень значимо то, что возмещается причиненный материальный ущерб. Благодаря коллегам из Следственного комитета, которые отвечают за работу со СМИ, в нашем эфире всегда присутствуют самые актуальные информации о громких преступлениях и их расследовании. Сегодня работу нашей телекомпании отметили благодарностью. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Одно из направлений деятельности Следственного управления – контроль за незаконным игорным бизнесом. Недавно оперативники уничтожили крупную партию одноруких бандитов. 650 игровых автоматов, бильярдные столы, столы для покера – все это сначала оказалось под прессом, а затем в огне. Все слот машины были изъяты в рамках двух уголовных дел. По версии следствия, за последние несколько лет преступники организовали 24 незаконных игорных заведения в Чебоксарах. По результатам рассмотрения уголовных дел, судами они признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 2,5 до 3,5 лет со штрафами в размере от 250 тысяч до 800 тысяч рублей. Отмечу, что работа по пресечению деятельности незаконных игровых салонов в Чувашской Республике продолжается. В текущем году следователями Следственного комитета по результатам, проведенные сотрудниками органов внутренних дел работы, возбуждено 4 уголовных дела. В суды направлено 6 уголовных дел. Вынесены приговоры по 8 уголовным делам в отношении 11 человек. В каждом регионе в соответствии с федеральным законом должны быть резервные источники водоснабжения на случай чрезвычайной ситуации. Активисты Общероссийского народного фронта решили выяснить, есть ли в Чебоксарах и Новочебоксарске такие мощности. Эти столбики появились здесь в 2015 году. Тогда на реке Кукшум, близ деревни Тамакасы, неподалеку от Новочебоксарска, специалисты Нижегородского управления Приволжско-Недра привели работы по поиску альтернативных водных источников. Оказалось, что здесь находится подземное месторождение с утвержденными запасами 4000 кубометров воды в сутки. Места бурения отметили, отчет сдали в ведомство. На этом все закончилось, хотя по распоряжению правительства России любое месторождение должно быть освоено, чтобы в случае ЧП им можно было пользоваться. Несколько участков рассматривали и самый надежный, именно надежный, защищенный водоносный горизонт. Вода соответствует как по объему, а именно 4,3 тысяч кубических метров в сутки для города достаточно и по качеству вода достаточно. Это был первый этап. Второй этап, это однозначно сама республика должна быть задействована и выделить за счет республиканских средств провести проектирование и разведочные работы. То есть путем бурения эксплуатационных. Гидролог с 50-летним стажем Вячеслав Николаев утверждает, что месторождение близ деревни Тамакасы вряд ли можно использовать как альтернативный источник. Река Кукшум протекает мимо Пехтулинской свалки. Кроме того, она собирает все ливневые, паводковые и канализационные стоки. Специалист предлагает другой вариант. В 1964 году для химпрома и города Спутник или Новочебоксарск пробурили 10 скважин. Это на левом берегу реки Кукшум. Ну, ежедневно подавали воду 6-7 тысяч кубов для города. Ну, со временем как? Там водозабор не совсем правильно тогда сделали. Скважины друг от друга на близком расстоянии. Когда вот качают, образуется депрессионная воронка. И постепенно вот эти запасы воды начали иссякать, ну, истощаться. Предложение было, конечно, вот этот водозабор как бы реанимировать. Активисты УНФ склоняются к мнению Министерства природных ресурсов и предлагают продолжить работу именно на этом месторождении и в кратчайшие сроки привести резервуар в порядок. Новочебоксарские и в Чебоксарах резервные источники водоснабжения не работают в данное время. То есть нет и подвезных путей, и инфраструктуры, и сами там скважины в нерабочем состоянии. Работы в этом направлении начаты, они ведутся, но, к сожалению, эти сроки нас не устраивают. Потому что, как говорят представители профильных ведомств, для этого требуется не меньше пяти лет. Поэтому мы будем настаивать на региональном уровне, на федеральном уровне, чтобы в кратчайшие сроки, чтобы это все провели и построили резервные источники водоснабжения в наших городах. Для резервного водоснабжения столицы республики выделили другой участок в Заволжье. Весной активисты УНФ не смогли даже на внедорожнике добраться до водозабора. Вокруг все заросло деревьями. В Министерстве природных ресурсов объясняют, что такие источники и не должны быть доступны. Они зафиксированы на картах, и специалисты о них знают. Заволжье месторождение давно разведано, там все этапы уже сделаны, проект есть. К сожалению, реализация проекта требует очень больших средств. Предусматривалось протянуть водовод внизу Волги, по дну Волги. Это очень дорогостоящие мероприятия. Сейчас для столицы источниками резервного водоснабжения служат скважины, которые расположены на территории предприятий. Но Чебоксарам этого недостаточно. Поэтому вопрос резервных источников остается открытым. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Дождливое лето существенно скорректировало виды на урожаи в сторону уменьшения. Помимо того, что сельскохозяйственные культуры не созревают вовремя, они начали болеть. Причем такими болезнями, которые не встречались уже лет 10-15. Такие факты выявились в ходе фитомониторинга, который проводят специалисты Ростельхозцентра. В Ибресенском районе вместе с ними побывала и наша съемочная группа. Жук-куська Жук-куська – насекомое хоть и забавное, но вредное. Особенно для посевов. И взрослые особи, и личинки очень прожорливы. Предпочитают яровые формы пшеницы, ржи и ячменя. Меры против большинства вредителей, обработка инсектицидами в этом году малоэффективны. Из-за холодов насекомые вышли из покоя намного позднее обычных сроков, когда химзащита уже перестала действовать. К счастью, непогода сделала свое дело. Жуков, тлей, клопов на полях и огородах меньше обычного. А вот болезней больше. Для потребителей чем опасна болезнь? Это тем, если, допустим, на зерновых. Если инфекция попадает на колос, значит, грибком инфекция попадает на зерно. А это источник микотоксинов. А микотоксины, это, сами понимаете, это отравление хоть человека, хоть скотин, животные, которые будут питаться этим зерном, также будут отравляться. То же самое идет накопление микотоксинов в организме человека. И более слабые люди ощутят это на себе. Урожай, полученный от больных растений, хуже по качеству, плохо хранится. Ситуация на полях колхоза Красной партизаны Бресенского района не самая сложная благодаря комплексу защитных мер. Мы потравили стопоцентно. У нас потравили химический табакомизал, так и стемнятер Ростугумат. И химические препараты, сейчас Рутер, Лейли. Вот все потравили аминокислотными давлениями. Сегодня в республике общая площадь обработанной гербицидами посевов около 240 тысяч гектаров. Еще 90 тысяч обработаны против вредителей болезни. Сейчас некоторые хозяйства Чувашии начинают диссикацию, предуборочное подсушивание растений на корню с помощью химических веществ. Этот способ позволит улучшить урожай. Особо вниманию нуждаются свекла, морковь, капуста и, разумеется, картофель. Если это посевы раннего картофеля, ранних сроков посадки, которые уже готовы практически к уборке, конечно, нужно срочно удалять ботву, чтобы, во-первых, почва лучше сушилась, обдувалась, потому что клубни уже на ранних спелых сортах и ранних сроках посадки уже практически выросли. Нужно только дозаривание. Вот это агротехническое мероприятие скашивания ботвы как раз и будет способствовать, что заболевание с ботвы не будет уходить в клубни. Это, естественно, будет улучшать сохранность клубней. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В рощу Гузовского в Чебоксарах отправилась наша съемочная группа. Не ради прогулки. Дело в том, что судьба этого лесного массива вызывает бескопокойство у местных жителей. Подробнее Ольга Пырочкина. Роща Гузовского превращается в парк развлечений. Появляются аттракционы, деревья исчезают. С такими жалобами к нам обратились жители северо-западного района. Во время прогулки жительница Валентина Полуянова обнаружила, что в роще, которую больше ста лет назад сажал известный ученый лесовод Бронислав Гузовский, начались какие-то работы и вырубка деревьев. Позднее выяснилось, здесь строят канатный парк. Это привело ее в ужас. Город растет. Город в два-три раза, только на моей памяти, увеличился. Парков, скверов не прибавилось. И вот это единственное, что природное осталось. Мы и то хотим его как-то использовать коммерчески. Сейчас на балансе у города около 330 гектаров лесных насаждений. Следить за такой территорией и наводить порядок после культурного отдыха горожан у муниципальных предприятий не хватает никаких ресурсов. Вот и отдают в аренду участникам. Этот земельный участок был передан на условиях аукциона для организации веревочного парка. Размещение такого бизнеса не противоречит законодательству в области категории земель. Это же земли лесного фонда наверняка. Да, это земли лесного фонда, которые входят в городскую черту. Организация данного веревочного парка, я считаю, что в какой-то мере наоборот, обеспечивает даже досуг и отдых наших горожан. Потому что, ну что здесь, есть тропиночки, есть скамеечки, где отдохнуть. Но люди же сюда приходят с детьми. Дети, они полны энергии. У них много сил. Досуг – это одно, да, вот есть же парки аттракционов, а экология немножко другое. С экологической точки зрения, вы думаете, как это разница? С экологической точки зрения здесь ни одно дерево не будет в ней вырублено. То есть мы строго… Это уже вырублено? Нет, здесь вырублено только сухостой и аварийный. Кроме вырубки, как говорят специалисты, сухостоя, женщину волнует состояние сосен, на который крепят площадки парка. Представители компании отвечают. Они сами в первую очередь заинтересованы в том, чтобы деревья были здоровы и невредимы. От их состояния напрямую зависит бизнес. Здесь используют признанную во всем мире безопасную технологию. Сказали, что здесь используют какие-то крепления необычные, да, что это не гвозди, ни в коем случае? Не вбиты ни единого гвоздя, не повреждена кора дерева. Если вы снимете крупным планом, то видно, что там методом легкого сжатия держится на шести брусьях. А сверху металлический трос, он не соприкасается со стволом дерева. Пока шла съемка, к нам подходили заинтересованные жители. Мы спрашивали их мнение по поводу происходящего. И, как ни странно, негативных отзывов не услышали. Нравится, потому что такого еще не было у нас в Чапоксарах. Мы вот как мамы, и мне кажется, очень, да, будет интересно. И взрослым. Часто приходим, мы гуляем, да, постоянно тут гуляем, белочек смотрим. Они нам никак не мешают. Роща же большая, тут маленький всего лишь участок занят. Я не против. Интересно будет, если кто-то поднимется, кто-то будет ходить. Вы, если бы были помоложе, да, наверное, вы бы лазили. Нет, я не думаю. У меня не хватило бы мужества. Иными словами, сейчас большинство жителей скорее за. При условии, что вход в сам лес останется бесплатным, и территорию не огородят никакими заборами. Это представители компании нам пообещали. Сдержат ли они свое слово, и как будут чувствовать себя древние сосны в новой роли, мы обязательно проверим. Ольга Пырычкина, Арена Гавилян, Республика. Зоркий глаз, твердая рука и ровное дыхание. Сегодня в Чебоксарах на Олимпийском стадионе стартовал чемпионат Приволжского федерального округа по стрельбе из лука. Представители семи регионов приехали в столицу Чувашии, чтобы помириться силами и профессиональным мастерством в стрельбе на олимпийских дистанциях. Лучники на огневом рубеже, сама сосредоточенность, ни одного лишнего движения, взгляд на мишень. Чебоксары уже во второй раз принимают лучших спортсменов Приволжского федерального округа. За награды чемпионата ПФО сражаются более ста стрелков. У всех разные дистанции. Щиты для классиков установлены на отметке 90 и 70 метров, для блочников – 50. По словам организаторов, участники на этом чемпионате подобрались очень сильные. Соревнования будут у нас проходить по олимпийской системе, соответственно, стреляют в стартовый круг, квалификационный раунд, и потом по кубковой сетке. Кто выше, соответственно, стреляют с более низшим соперником. И так до окончания победителя. Шансы у нас неплохие. То есть у нас и как бы стреляют в классическом... Два дивизиона лука у нас проходят – это блочный и классический лук. В классическом луке у нас представлены достаточно сильные участники, а в блочном луке мы пока вот после первой дистанции лидируем. Главное сейчас – как можно точнее отправить стрелу в цель. Роман Ефимов – один из лидеров в мужском блочном луке команды «Чуваши». В свои 17 лет он бронзовый призер чемпионата Европы в командном зачете. Роман признается – секрет успеха – выдержки и спокойствия. В этот спорт меня провел вдруг в 2010 году. А заставил остаться просто интересный. Начал места занимать, выполнять разряды. Участие в чемпионате принимает и сборная соседней Удмуртии, приехавшая в столицу Чуваши впервые. По словам ижевских спортсменов, этот вид спорта у них только развивается. Поэтому главная задача на этот чемпионат – не призовые места, а приобретение необходимого опыта. Четыре года назад я пришел на стрельбу из лука, просто потому что мне нравилось из него стрелять. Начинал из самодельных в деревне на огороде, а потом узнал, что у нас в Ужевске есть секция по стрельбе. Мне захотелось. У участницы из Татарстана Камилы Хамедулиной времени на отдых практически не остается. Все свое каникулярное время она отдает оттачиванию мастерства стрельбы. Сейчас, например, чтобы на соревнованиях, я за это лето выезжала четыре раза на соревнования. Все лето в тренировках. И сейчас еще будут соревнования опять в сентябре. А так я занимаюсь уже пятый год. Имена победителей станут известны 6 августа. Наши спортсмены намерены пройти отбор на чемпионат и первенство России, которые состоятся соответственно в Великих Луках в августе и Калининграде в сентябре. Рифат Фадкулин, Сергей Адушкин, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова